Из-за того, что по заброшенной деревне очень часто стали ездить патрулей, нам пришлось покинуть ее и отправиться обустраивать лесной лагерь. Но в какой-то момент погода изменилась и пошел ливень, а затем все покрылось льдом. Из-за этого нам пришлось идти на ближайшую сталкерскую базу и прятаться от непогоды там, а также привести ее в порядок и замаскировать. И самое главное, теперь у нас была достойная защита от волков. Ребят, всем привет! Из-за того, что у нас начался дождь зимой, причем ливень жесткий, потом мороз ударил, все покрылось головой льдом. Мы не смогли начать строительство лесной базы, лесного лагеря. И пришлось вернуться на нашу сталкерскую базу, чтобы, знаете, какое-то время отправиться от дождя, пережить здесь, переждать. Но перед просмотром я попрошу абсолютно каждого зрителя поддержать ролик лайком, комментарием, потому что в YouTube выкидывал все мои ролики с рекомендацией и не дают рекомендациям новым роликом. Поэтому, друзья, мне сейчас нужна поддержка от абсолютно каждого зрителя. Посмотрите этот ролик от начала до конца без промоток, поделитесь всеми друзьями и проявите максимальный актив. Давайте выведем его в тренды, а также делитесь крутыми идеями за сталкерской базой, потому что сегодня нам будет много работы. Мы сделаем теплоизоляцию, мы замаскируем базу и сделаем защиту дождя, потому что благодаря этим дождям, ребят, мы поняли слабое место нашей базы. Все-таки по стенам немножко протекает вода и сегодня придется это исправить. Поэтому крутые идеи, ребят, в комментарии. Не забываем также про лайк, услышались поудобнее. Всем приятного просмотра. Сейчас более подробно объясню, что нам предстоит сделать. Смотрите, ребят, из-за того, что дожди, я немножко не продумал. Да, мы обмотали клеенкой саму базу, но несмотря на это, я не знаю как, такое могло произойти, внутрь все равно немножко попадает влага, даже и снизу. Несмотря на то, что снизу, ребят, снизу мы также обделали все клеенкой. Поэтому единственный вариант сейчас остался. Мне, ребят, друг привез строительные материалы, и я думаю, что сегодня мы все это вверх клеенкой замаскируем базу и помимо всего мы сделаем теплоизоляцию в домике, потому что, ну, в принципе, тепло, но несмотря на это, отход от стен идет. Поэтому мы все обклеим теплоизоляцией и если у вас есть крутые дополнения, ребят, пишите. А мы приступаем. Давай сначала замаскируем все это дело. Ребят, просто покрасим баллончиком зеленым нашу вентиляционную шахту и домик, потому что, ну, я не знаю, честно, знаете, вот оттащить маскировочную сеть в этом смысла не вижу. А сверху уже застелим клеенку и застелим все листьями. Кстати говоря, мы придумали очень-очень крутую защиту от волков, которую я покажу в конце видео, поэтому обязательно смотрите внимательно до конца. Скажите свое мнение. Думаю, вам очень понравилась такая тема. Ну, чувак, я не знаю, на самом деле, насколько это хорошая маскировка, но мне кажется, лучше, чем оно белое. Задумаешь? Да, ну, летом оно вообще будет незаметно. Блин, а я не придумал, ребят, сейчас же у нас будет жутко вонять краской в домике, поэтому надо будет немножко его проветрить. Хотя, в принципе, здесь мы сейчас все листьями, и мы в любом случае сейчас застелим клеенкой и застелим листьями. Но вот это вот сейчас придется покрасить, потому что, сам понимаешь, люк мы клеенкой не застелим, потому что все время надо, чтобы он же открывался. В качестве теплоизоляции я взял вот такую, ребят, самую стандартную теплоотражатель. В чем плюс, он сразу идет с поклейкой, поэтому не надо будет париться, чем было приключить, чем поклеить, просто вот так вот отдираешь, нужную часть выреждаешь и клеишь к стене. Ну, сейчас, в принципе, этим займемся, потому что, смотрите, у нас здесь такая проблематичная часть, может видите, может нет, пол немножко протекает. И это, знаете, не от того, что он снизу протекает, снизу у нас вон, может вам видно, клеенка. Сверху вот здесь вот стекает вода, из этого она растекается по всему полу, и у нас в домике влага, что есть очень плохо. Поэтому сегодня мы будем это исправлять. Самое проблематичное, ребята, то, что здесь это все резать не так-то просто. Поэтому большую часть я режу на самом деле на глаз. Но вроде, вроде получается нормально. Сейчас посмотрим, что с этого получилось. Еще, мне кажется, без теплоизоляции мы здесь долго не протянем. Что думаешь, на этот счет? Заметите, как сегодня ночью было холодно? Да невероятно. Так, ребята. Поэтому, ну, как я говорил, вашими крутыми идеями, вы мне очень сильно помогаете, поэтому обязательно пишите, если у вас есть, что заполнить. Проверим, потом получится все будет. О, отлично. Отошу надо. Смотрите, глазу о умас. Заметки- знаете на самом деле ребят это очень сильно напоминает может кто знает может нет на машинах виброизоляция выглядит точно так же прямо один в один а а теперь вот таким вот образом предстоит проклеить весь наш дом потому что вот эта вся фольга отражает тепло и получается все тепло будет от стен отражаться в нас и из этого в домике будут в принципе я думаю вы поняли как будет действовать механизм тепло отражается тепло собирается у нас будет здесь ну очень тепло холод с улицы не будет пропускаться как раз с другой стороны через фольгу ну что рассмотрение что получилось в принципе я думаю здесь будет очень неплохо вот такая вот нас тепло отражатели на стенах такой знаете ребят небольшой колхоз но я думаю знаете в будущем можно будет эти стены в принципе если вы здесь принципе будем и дальше развивать эту тему если вам нравится вы как-то генаграти моника декор красивый сделать но вообще я хочу на следующий видос уже начать строить лесной лагерь будет ребят большой лесной лагерь для сталкеров и это будет же не такая неземьян какая-то где мы будем дать и просто ночевать а именно место где можно будет на регулярке жить поэтому я надеюсь вы поддержите проект лайками комментарии это очень важно по поводу базы ребят сейчас еще один нюанс доделаем я вам покажу защита долгов это будет такая самая интересная часть из вас и думаю для вас но здесь и сделать моей стороны если позиция а со стороны иди ребят нет поэтому пока что возможно ему придется поспать на холодном чувак сорян на тебя немножко не хватило ну так аримат из принципе ребят крема ты тоже сейчас вот на самом деле отлегна тепло изоляцию и мне в разы так два теплее стало поэтому реально тема рабочая мусор мы не оставляем поэтому сейчас сделаем такой небольшой огнемет вот так дома не делаете да такое не повторять просто здесь мусор выносить проблематично девать его некуда я правда не знаю не запалить нас этот дым оно не долго сгореть будет ребят просто выбора нет мусор в лесу оставлять очень плохо поэтому на самом деле старайтесь с собой мусор убирать в лесу не мусорь потому что ну как бы не хочешь знаете гадить на природе потом это все когда она пригорит яму закопаем уже на тему хоть как-то знаете по себя часто ставим ну и друзья тоже писали медельный совет застелить все это сверху клейонку взял такой большой мото клейонки на самом деле очень большой мне кажется его даже будет очень много поэтому сейчас мы подрежем под нужную длину потому что смотрите это еще не все вот так вот получается просто честно сказать такую другую защиту налоги сделать я не знаю если у вас есть идея ребят записывайте просто вы не сказали что можно все это дело клеенкой застелить я изначально пропекался застелил что это дело стричкленкой вроде а сейчас мы вот так вот сверху населим клеенку и получится у нас такая знаете небольшая защита от влаги то есть влага которая вся будет приходить сверху она будет задерживаться и не протекать к нам вниз сюда честно сказать на самом деле надо было сначала сделать какие-то стоки потому что сколько знаю землянка делается сток под землянку а потом уже оттуда вода выгребается но у нас такая мини землянка чисто для ночевок поэтому я надеюсь вот такая вот знаете даже вот такая защита ее будет вполне достаточно ну а сейчас осталось подрезать нужную часть где-то вот посюда я ребят изначально думал агроволокно застелить но потом вспомнил что оно протекает поэтому агроволокно нам не прокатит ну это уже будет найдено какие-то дополнительные нужды осталось вырезать под люк так если не ошибаюсь это он да он чувак у нас скотч с тобой есть или нет? не знаю надо смотреть по моему нет блин и что теперь делать ну я думаю не критично будет то что мы пару дней посидиме скотча просто ребят сейчас никак по идее не получится закрепить это дело а знаешь оставлять его не открытым тоже такой снеговый вариант да поэтому пока что сделаем прорези небольшие вот здесь о есть смотри вот так вот она будет работать слушай клеенка прям вообще мощная она даже ножом не режется я думаю землей будет не так просто порвать. Видишь, я отрезал ножом, она просто, ребят, что за клеенка, я не знаю, просто клеенка мощная какая-то, о, вот так вот она будет работать, в принципе, да, видишь, мы получаем неплохую защиту от влаги, смотри, сейчас какая-то будет задача, я тебя там гряблю, сейчас она будет сгрести листья, и мы этими всеми листьями присыпем сверху, потому что, ребят, видите, этот черный квадрат будет очень сильно бросать в глаза, а мы все это дело присыпем, листьями, и будет маскировка неплохая. В общем, братья, смотри, что тебе требуется, тебе требуется просто так вот на грязь меня большую кучу листьев, я буду брать, переносить, а ты просто сгреби, милицы, окей? Иначе не хватает перчаток, потому что, ребят, руками это носить, вот это все рассыпать, ну, я думаю, вы поняли суть этого всего, мероприятия, вот так вот мы все засыпем листьями, и будет такая, знаете, маскировочка. Давайте, чтобы работаем, если мало, как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такую вот маскировку сделали. Чё, к собаке? Ага. Чё, быстрее пряжся. Ага. Слышишь? Да, да. Слышит. Странно. Слышишь, да? Ага. Ребят, короче, я не знаю. Давай, слышишь, давай тихо присадимся. Смотри в оба. короче ребят может не говорил или нет в прошлый раз ночью очень сильно по чернобылю ходить патрули я не знаю почему так и что произошло но просто реально творится какая-то жесть поэтому прошли вольт да? а если прямо из нашего патруля это жесть короче ребят ну не знаю не хочу сильно нагонять но что делать собака в чернобыльском лицу непонятно поэтому есть шанс что просто был какой-то патруль или можно найти бродячие собаки в чернобыле реально бродячих собак много ну вроде тишина вот такую маскировочку мы сделали она отличается немножко от окружающей среды потому что просто вокруг снег пройдет снег нашу землянку насыпет я думаю вы сами поймете что ее видно в принципе вы не будет вообще поэтому по маскировке все сейчас мы немножко знаете пересидим тихонечко чтобы знаете все таки если это даже патруль чтобы они прошли у нас и нас не заметили поэтому сейчас мы тихонечко посидим а я вам уже покажу какую защиту волков мы придумали и посмотрите на сколько она эффективна я думаю вам всем понравится вы зацените это ну и друзья первую защиту от волков мне привез мой друг вот такой вот мачете как думаю в принципе я не знаю может она нам поможет? она еще острая да? конечно острая на самом деле ребят это больше знаете больше подтвердительной нужды ну и в принципе мне нравятся такие вот ножи такие вот штучки как защита для волков я вам сейчас покажу это знаете более так будет сталкерский декор потому что в этот раз карабин я с собой не брал на следующий раз мы планируем сюда подвести гитарку поэтому если вам нравится такая идея поддержите лайком а мы уже устроим сталкерские посиделки у костра с гитарой ну а собственно как защиту от волков ребят мы наконец-то взяли вот такие вот бомбочки у меня есть три штучки вот такая вот маленькая но не знаю мне кажется из нее вообще толку не будет щел вот такая ребят побольше бомбочка и вот такая самая большая поэтому сейчас мы их затестим и в принципе ребят я думаю это будет самая идеальная защита волков потому что насколько я знаю дикие животные боятся очень сильно резких звуков ну факелы и костры это знаете да одно дело но когда вот они реально уже очень близко подходят уже даже костры их не пугают приходится как-то выкручиваться из положения придумать что-то новенькое но вроде патруль уже ребят полчаса прошел с момента как патруль ушел поэтому я думаю если мы сейчас немножко затестим а пошли пошли немножко я думаю эту патруль нас не запалит поэтому проверим что мы маленько сначала ребят вы пока что можете написать комментарии как вы думаете какая будет самая лучшая ну маленькую я вообще не верю довольно таки громко я уже будет представить как это будет бомбочка кидаю подальше лучше это вообще какая-то граната давай отойдем лучше ты это видел да видел слушайте ребят несмотря на то что она тише чем маленькая я думаю это будет идеально знаете почему потому что она издает куча света и такие знаете такие трещотки я значит думаю я думаю что будет лучше всего только последнее ну давай проверим уже пугает да я сам будет холостая в землю упала русский не подходи пока что мало ли ну да я таких много старик поэтому ребят техника безопасности превыше всего но и трогать не будем даже за такой видите так вот забейте на нее лучше нового взорвите потом давайте потратим следующего ну а тест мы решили провести на дереве вот запихнули одну петарду сюда 2 сюда 3 сюда 4 сюда сейчас проверим какая же из них будет лучше всего в плане защиты от волков так отходим на безопасность тянет как знаю таких маленьких это мит 3 метра вообще не разорвало ну давайте проверим которая побольше ну такой мини разрыв есть ребят я сейчас будет представить насколько хорошо это рванет вы это видели просто посмотрите кусок дерева вырвало ну как последним проверим бомбочку посмотрим что на что она способна да ребят смотрите никакого урона в этом уфмена не нанесло в отличие от этой но в принципе ребят она очень очень неплохо справляется со своей задачей потому что она много издает искр так получится она будет и свет и шум что будет очень неплохой защит от волков но ребят последний на сегодня тест просто я уже знаете не могу остановиться посмотрим насколько оно сильно разнесет это дерево ого да вы только посмотрите оно реально разрывает деревья слушайте это будет реально неплохая защита от волков и кстати друзья из-за карантина мы скоро можем оказаться отрезаны от мира потому что у нас в городе ввод локдаун я не знаю много людей заболевает и возможно мне мой друг не сможет привезти материалы и может быть нам придется выживать самим поэтому пишите с какого города вы пишите какова ситуация и у нас просто жесть поэтому скорее всего чернобыль я покину уже совсем не скоро друзья как видите у нас есть теперь достойная защита от волков кстати землянка до сих пор не может выветриться я надеюсь этими взрывами не привлекли к себе внимание патрульных и на самом деле не знаю я что-то сам понимаю что чересчур разошелся и надо как-то более в руках себя держать согласничал потому что ребят реально можно сказать детство заиграло потому что я последний раз взрывал эти петарды лет 5 или 7 назад вот такая вот у нас защита волков если у вас есть также крутые дополнения по защите волков пишите в комментарии смотрите по землянке мы сегодня сделали теплоизоляцию замаскировали все это дело укрепили от дождя теперь нам не страшен дождь но если у вас есть также крутые идеи что можно здесь еще сделать пишите в комментарии потому что ребят смотрите в дальнейшем плане сикоков мы переселяемся немножко в другой лес здесь можете видеть он такой более листенный а мы хотим именно в хвойный потому что хвойный красивее и как бы полезен для здоровья может помнить из моего прошло видоса там были очень очень красивые кадры я сейчас ставлю так вот именно в такой лес мы хотим переселиться поэтому пишите крутые комментарии по поводу новой сталкерской базы если есть сюда крутые дополнения также пишите лично я что думаю на новой сталкерской базе у меня уже будет своя печка мы сделаем печку и генератор притащим я думаю это будет очень круто уже знаете сделать колючую проволоку под напряжением потому что такого на сталкерских базах ну вообще в принципе не знаю что кто такое делал в лесу как защиту я думаю это будет хорошая защита на этом друзья я буду ролик заканчивать как я говорил youtube выкидывал все мои ролики с рекомендацией поэтому кому не проблематично посмотрите ролик повторно от начала до конца без промоток обязательно поддержите ролик лайками и комментариями ребят крутые идеи пишите в комментарии вы мне очень сильно помогаете вы ребят ну по мне раньше мы могли собрать с вами 30 тысяч лайков и 5 тысяч комментов за сутки я вас верю ребят поэтому давайте держать и выведем этот ролик в тренды спасибо вам за вашу поддержку дальше ребят я думаю по этому землянке уже все но мы планируем переселиться в сталкерский лагерь и уже обустроить его то есть не просто будет кстати маленькая земляночка это будет целое большое место где можно будет жить и скорее всего также будут другие блогеры поэтому кого бы хотели посмотреть пишите в комментарии подписывайтесь на канал если вы не подписаны жмите колокольчик обязательно подписывайтесь на канал иги ребят все ссылочки в вк инстаграм будет в описании что ж дальше нас ждут реально выживание зимнее зимнее выживание будет самое жесткое в чернобыле поэтому не пропустите скоро увидимся